От воспоминаний детства этой женщины леденеет кровь. В 13 лет Людмила Ковалева попала в немецкий концлагерь. Вместе с другими детьми она ткала на фабрике одеяла. Мучительный голод, невыносимые условия и постоянные побои еще не самые страшные. На ее глазах фашисты заживо похоронили ее отца вместе с другими партизанами. Они рыли и ров, и в руки назад, и бросали, засыпали. И земля дрожала три дня, пока они там задохнутся. А эсэсовцы стояли, и наши полицаи, и охраняли, чтобы кто-нибудь помогли бы, чтобы не вылезли. Ужасно, что я видела, не дай бог никому. Вот сейчас мне уже 85 лет. Вот я здесь. У каждого из сидящих в этом зале судьба, достойная трагического фильма. Но в преддверии 9 мая их сердца переполняет не только горечь, но и радость. Они смогли, отвоевали, победили. Ветеранов Великой Отечественной войны чествуют в Самарской филармонии. Об их подвиге вспоминают не только перед Днем Победы. В городе работают десятки школьных музеев боевой славы, Совет по патриотическому воспитанию молодежи. В прошлом году реконструирован Парк Победы и воздвигнута Арка Победы. Вся эта работа направлена на то, чтобы подвиг, совершенный в год Великой Отечественной войны, как можно дольше жил в наших сердцах и душах. Чтобы никогда, ни минуты не было сомнения у нашей молодежи в том, что необходимо беречь завоевания, которые были достигнуты в те трудные годы, и сохранять целостность нашей страны, ковать ее единство, формировать ее мощь и быть сильным, процветающим государством, сильным, процветающим городом. Сегодня говорить о том, что есть история, наверное, мало, потому что есть биографии конкретных людей, которые мы с вами сегодня должны изучать. И вот это вот надо обязательно прививать нашей молодежи, нашим школам. Сегодня все для них, ветеранов войны. И самые искренние слова благодарности, и подарки, и праздничный концерт. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.